Омской области сегодня является, это без всякого преувеличения и не с желания польстить, является передовой с точки зрения создания регионального сегмента социальной реабилитации. И это определяется тем, что с одной стороны есть уже отобранные сертифицированные центры, которые при дополнительной помощи со стороны государства могут резко увеличить свою пропускную способность. Я примерно подсчитывал, сколько человек ежегодно проходит реабилитацию в Омской области. Можно говорить о полутора тысяч человек. Это очень большая цифра на самом деле. Но сейчас мы обсуждаем вместе с УФСКН, вместе с Министерством труда социального развития создание даже кластера социальной реабилитации, Омского кластера социальной реабилитации, где уже эта индустриальная пропускная способность резко будет увеличена. И, собственно, мы считаем, что из 4-5 российских субъектов Федерации, вот Омская область, Ставропольский край, Псковская область, Хантамансийский автономный округ, это опорные субъекты для создания национальной системы. В кластер будут входить те структуры, которые доказали, что их программы эффективны. Они прозрачные как структуры, не государственные, но прозрачные для государства, ничего не скрывают. И все время, ежегодно подтверждают свою эффективность. Это первый момент. Но в кластере будет не менее важно то, что даже если кластер будет, например, в форме некоммерческой организации, но все равно уже для включения в федеральную программу будет необходимым представление областного правительства. То есть это будет, так сказать, гарантия того, что кластер был изучен правительством, он оценивается по достоинству, он может работать, правительство дает зеленый свет. Поэтому здесь мы видим прекрасный пример общественно-государственного сотрудничества, партнерства.